При этом видео, запись видео не прорвется ни на секунды, то есть вы получите теперь полный видеоролик и несколько фотосъемок, фотокадров. После этого можно выбрать фото и видео, снятое одновременно. Похожим образом вот эта система работает и при просмотре видео, когда вы уже сняли ролик, либо загрузили его, например, с YouTube к себе на устройство. Вы просто нажимаете на затвор в тот момент, когда вам нужен конкретный стоп-кадр. И больше не нужно сомневаться, что больше, фото или видео, потому что HTC One умеет делать это одновременно. Вот это все, эти все технологии, про которые я рассказываю, они были добавлены только лишь благодаря вот этому Image Sensor, который делает именно камеры телефонов HTC отличными от камер других телефонов. Смотрите, самая быстрая камера, настолько быстрая, что она позволяет снимать даже заметное видео, 108 кадров в секунду, когда у вас происходит все так в slow-motion эффекте. Умеет делать лучше снимки в киноте, умеет снимать фото и видео одновременно. Для примера, фотографии, которые сейчас будут показаны на экране, были сделаны с помощью HTC One. Посмотрите на их невероятное качество. Даже на снимках с низкой освещенностью они четкие и с правильной яркой цветопередачей. В общем, они все сделаны без какой-то постобработки. Я уверен, что у вас будут еще более лучшие камеры, и Facebook будет доволен, потому что вы будете загружать хорошие снимки. Однако, делая телефон HTC, мы думаем, как вы будете пользоваться камерой от самого начала и до самого конца, абсолютно до самого конца. Вот этот подход, принцип глобальный к чему-то целому, это один из основных принципов нашей компании. Мы знаем, что все моменты, которые вы сохраняете, приобретают для вас еще более глубокую ценность, душевную, если вы будете делиться ими с друзьями, показывать их друзьям своим. Именно поэтому рад вам сообщить о том, что мы расширяем партнерство с компанией Dropbox и встраиваем этот сервис прямо в оболочку Sense4. Спасибо, сейчас откроем шимпанского. Теперь каждый, кто купит телефон HTC One получит 25 гигабайт на сервере Dropbox на 2 года. И этого достаточно, чтобы сохранить более... Это не учитывая память, которая есть у него внутри. Этого достаточно, чтобы сохранить более 10 тысяч качественных фотографий. И все это абсолютно бесплатно. Кроме фотографий, на Dropbox можно также сохранять и музыку, файлы, документы и так далее. И важно, что этим удобно делиться. То есть, чтобы не пересылать огромные видеоархивы или какие-то тяжелые файлы, вы просто кидаете ссылку на этот сервер. И вдруг вам заходит и его скачивает. Однако, с помощью телефона вы можете посмотреть фотографии сами, показать их 2-3 друзьям. А что делать, если вы вернули в отпуск? У вас очень много эмоций и впечатлений, и вы хотите показать это большой компанией друзей. Хочу вас спросить, опять же, хочу спросить, когда вы пытались в последний раз соединить ваш телефон с вашим телевизором? Если, в принципе, возможно. Есть такие люди, у которых это получалось? Скажите. 3-4-5, но меньшинство пока что. Я тоже пытался, я тоже пытался это делать, однако после 2-3 попыток, время, которое на это тратится, отбросивает идею в сторону. Сейчас HT-One позволяет выводить фотографии на любой телевизор, у которого есть HDMI-флот, с помощью специального аксессуара. Он называется MediaLink. То есть, вы получаете его в обычный HDMI-флот на телевизоре. После этого, чтобы начать просмотр, вы всего лишь используете силу ваших трёх пальцев. Есть идеи, как три пальца можно использовать? Три пальца, да. Нет, не два, а три пальца. Вы тремя пальцами пролистываете по экрану вверх, и начинается показ видео. Причём важно, что этот режим работает и в обратную сторону. То есть, тремя пальцами вниз вы выключаете его. Это вся настройка, на самом деле, как честно, вся настройка, которую нужно сделать. Ну и ещё нужно подключить, найти HDMI-разъём в вашем телевизоре. Вот. Это легко. Можете потренироваться прямо сейчас. Также, также MediaLink поддерживает параллельный режим работы. Что это такое? Казалось бы, да, когда телефон занят с телевизором, вы смотрите видео, транслируемое туда. Однако, параллельный режим работы позволяет также одновременно, не знаю, работать с почтой, читать твиттер, бродить по интернету. То есть, делать абсолютно другое, не связанное с показом видео, и ничто не привёз на секунду. Ваши друзья будут смотреть фотографии, смотреть видеоролики. Вы будете работать с телефоном, потому что это ваш телефон, это ваш личный девайс. Вот. Такие возможности. Мы вложили много сил в разработку камеры, потому что знаем, как она важна для вас. Однако, однако, музыка, музыка, которую я сказал в самом начале, это не менее важная и интересная часть нашей жизни. Музыка – это огромная индустрия со своими поклонниками, своими персоналами, точно так же, как это есть в фотосъёмке. Именно вот почему мы объединили наши усилия с компанией Beats. В России пока что это ещё не издавшись известная компания, однако, если вы приедете в Америку и скажете Beats, все афроамериканцы поймут, о чём вы говорите и сразу же будут вам указать правильную новогу. Так вот, наши инженеры знают, как делать телефоны. Инженеры компании Beats знают, как правильно работать с музыкой. Соответственно, что мы сделали? Мы собрались вместе, объединили наши усилия и сделали хорошие телефоны, чтобы дать вам возможность наслаждаться хай-фай-измучанием на телефонах PCC. Кроме того, как это работает в реальности? В Enterprise S4.0 это, опять же, интегрировано в само полочку, поэтому вам об этом не нужно задумываться. Просто знайте, имейте в виду, что у вас там отличный звук. Он работает не зависит от приложения. Это вы можете слушать музыку с плеера, естественно. Вы можете смотреть видеоклип с YouTube. Вы можете играть в игры. То есть все-все-все приложения, которые связаны с играми, они будут улучшаться с помощью этого звука. Все аудиопрограммы. Кроме этого, кроме этого, там еще есть, да, когда свадьба начнет. После этого, там есть саб, где объединены все программы, которые связаны с музыкой. Смотрите, когда вы купите телефон из коробки, не нужно искать ничего по марке, там скачивать. Там уже будет программа для определения звука, называется SoundHound. Кстати, она сейчас умеет работать даже в режиме коробки. То есть пока играет песня, она отслеживает тот кусок, тот момент песни, который сейчас поет кевец, в вашем приемнике, и вы по тексту тоже можете ему подпевать в меру возможностей. Там есть приложение TuneIn радио, которое собрало в себя лучшие подкасты со всего мира, и также лучшие FM-радиостанции со всего мира, и плюс, конечно, обычный плеер. Так вот, после фотографирования музыка – это одна из самых наиболее используемых функций в телефоне. Однако, как сделать это еще удобнее, это воспользование музыки? Ответ – взять на себя синхронизацию. Синхронизация HTC One выглядит легко. Первый раз вы подключаете телефон к компьютеру, он у вас синхронизируется, то есть он смотрит все музыкальные файлы на компьютере, даже iTunes библиотеки. Это важно, даже iTunes библиотеки. После этого вы отключаете телефон, и он начинает при добавлении новых треков обмениваться этими треками в режиме Wi-Fi. То есть не нужно больше подключать, вы даже держите его в кармане, прошлись мимо компьютера, условно говоря, и все синхронизируется автоматически. Еще раз, это не принуждает использовать эту программу для прослушивания музыки, да? Это просто возможность пользоваться такой упрощенной синхронизацией. HTC One – это манифест нашего наследия, такими мы словами говоря, при этом еще и инновации в дизайне. И недавно мы дали телефон нескольким людям, попробовать его, узнать их впечатления. Несмотря на то, что они говорят по-английски, я думаю, что вы их легко поймете, потому что язык эмоций, он универсальный. Поэтому давайте вместе посмотрим на этот радующийся людей и оценим их реакцию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok